С 26 ноября по 1 декабря во всем мире проводится акция по борьбе со СПИДом. Ежегодно в школах района проводятся мероприятия, круглые столы встречи по профилактике ВИЧ-инфекции среди населения с привлечением врачей-наркологов, представителей администрации района, комиссии по делам несовершеннолетних и социальных работников. Так, в Центре традиционной культуры народа в России, селении Энделей, была проведена очередная акция с приглашением Совета старейшин, сельской интеллигенции, учащихся старших классов под руководством заместителя директора Энделейской средней школы номер 1 по воспитательной работе Айшата Абуталиповой, которая и вела мероприятие. Сегодняшнее наше мероприятие посвящено всемирному дню борьбы со СПИДом. 20 век поставил нас перед сложной проблемой – СПИД. Многие из вас могут сказать, ну сколько можно говорить об этом? Ведь каждый из нас думает, что это нас не коснется. Но тем не менее, не зря ВИЧ-СПИД называют чумой 21 века. Начавшись с нескольких случаев, уже через год болезнь была зарегистрирована в 16 странах мира. 711 человек. Ровно через 5 лет в 113 странах мира выявлено 72,5 тысяч ВИЧ-инфицированных. В начале нового тысячелетия их число достигло 40 миллионов – больше, чем погибло в годы Великой Отечественной войны. Ежедневно вирусом иммунодефицита человека заражается около 16 тысяч человек. Количество ВИЧ-инфицированных исчисляется тысячами. И это лишь вершина айсберга. Ученые установили, что на каждый выявленный случай ВИЧ-инфекции приходится около 2-3 нераспознанных случаев. Таким образом, уже сейчас в нашей стране насчитывают десятки тысяч таких больных. В основном это молодые люди от 15 до 29 лет. Ежегодно в мире инфицируется до 17 тысяч человек. Из них 10% – дети до 14 лет. 80% пораженных – это трудоспособное население в возрасте от 20 до 39 лет. Болезнь приводит к изоляции и одиночеству. Сейчас хочется предоставить слово нашим волонтерам. Девочки, пожалуйста. Пусть день борьбы с ненавистящим спидом станут сердца сострадательно открыты. Кто заболел, лишь сочувствие встретил. Им оно нужно всех больше на свете. Пусть побороть эту злую заразу. Люди сумеют, возможно, не сразу. Лучше ей верить мы все-таки станем. Вместе бороться вовек не устанем. Сегодня мир объявил войну. Болезнь не той, что в ужас всех приводит. Той, от которой нет лекарств, которая по миру бродит. Нужно единство, вера и добро, чтобы победить ужасный вирус, Чтоб спид навеки отступил планету нашу, чтоб покинул. Как все-таки она его ждала. Она не знала раньше, что в разлуке так глупо могут опуститься руки, Так разом опостыли все дела. Она была внезапно лишена тех маленьких счастливых ожиданий, Той мелочной, но ежедневной дани, которую нам жизнь платить должна. Мы можем пережить большое горе, Мы можем задыхаться от тоски, Тонуть и выплывать, Но в этом море всегда должна остаться островки. Ложаясь в кровать, нам нужно беречь сно, Знать, что на завтра просыпаться стоит, Что счастье, пусть хоть самое простое, Пусть тихое придет к нам завтра днем. Жизнь — это то, что люди больше всего стремятся сохранить, И меньше всего берегу. Сравнивая нашу Землю с Вселенной, Мы находим, что она — это всего лишь точка. Точка, которую населяют живые существа. Точка, где день сменяется ночью, Идет за месяцем год, за годом год, Где жизнь сменяется смертью. У каждого человека при принятии решения Есть право на свободу выбора. И только от нашего выбора зависит, Насколько прекрасным будет каждый день И каждая часть нашей жизни. 1 декабря на улицах различных городов мира Можно увидеть много людей с красными ленточками. Красная ленточка — Международный символ борьбы со спидом. Предложил этот символ Американский художник Франк Мур. Простая вещь — Петелька из отрезка ленты красного цвета Длиной 15 сантиметров. Ее носят во всем мире. Демонстрируя свою заботу и тревогу О тех, кто ВИЧ-инфицирован, Поддерживая их надежду, Что когда-нибудь Шествие этой страшной болезни Будет остановлена. Сегодня нет лекарств от этой болезни. Единственное, чем мы можем себя уберечь от нее, Это наше знание об этой болезни И безопасное поведение. Слово предоставляется Нашему уважаемому Гусену Дадавовичу Абдулбекову. Это нарколог районной поликлиники Муниципального образования Хазаюзовский район. Добрый день. Саламу алейкум. Учащиеся и присутствующие В этом зале Ежегодно, как вы сказали, 26 по 1 декабря По инициативе Министерства здравоохранения Республики Дагестан Проводится мероприятие, План мероприятий По проведению Дня борьбы со СПИДом. С 26 числа Мы уже побывали С электорской группой Села Бамат-Юрт, Кадырутар, Кадырутар, Вчера я был в Тегарауле. Завтра, наверное, В субботу тоже будем, наверное, В Кадыруте. Это мероприятие продолжается Для того, чтобы уменьшить Хотя бы количество ВИЧ-инфицированных Благодаря профилактике, Благодаря знанию По этой болезни Учащихся и Населения Советского района. На сегодняшний день Республика Дагестан Находится на диспансерном учете 3369 человек ВИЧ-инфицированных. Из них 41 ребенок. Буквально Перед приездом сюда Буквально вчера Вновь Ранее Вновь взятых на учет 3 человека В нашем районе еще появилось К тем, которые у нас находятся ВИЧ-инфицированные. На сегодняшнем Хасовском районе ВИЧ-инфицированных 130 человек Из которых на сегодняшний день Проживает Среди нас Села Хасовского района 68 человек. Из этого числа Из этого числа 68 человек 17 человек Являются Дискандартные Те, которые заболевают Болеют муж и жена В этой семье. Дети Инфицированные И взрослые Инфицированные Нашего района Получают Лекарственные Препараты С центра СПИД Получают их Ежедневно Получают их Бесплатно При необходимости Эти больные Госпитализируются Лечебные Учреждения ЛПО Хасовского района Потому что СПИД ВИЧ-инфекция Является Очень грозной Болезнью Когда Иммунитет Падает На ноль И иммунитета Вообще нет Нет копий Иммунных клеток Любая Банальная Инфекция Пневмония Бронхит Тот же Ренит Любая Инфекция Может привести К смерти Нет защитных сил Помимо этого ВИЧ-инфекция Сопровождается В 70% Случаев С туберкулозом На сегодняшний день Одна из Семей Которые Страдают ВИЧ-инфекцией Жена Находится Она где-то В 63-м году Рождения В тяжелом состоянии Находится Поверхозная Больница Ворота Войнарска Муж В тяжелом состоянии Находится У него Опухоль Головного мозга Помимо того Называется Саркома Капыш Это тяжелый Диагноз Поверхозная Это тогда Когда заражается При внутривенном Ведении Препаратов Или наркоманы Которые Водили Вообще Рост в Дагестане Произошел В 2005 В 2005 Их было У нас Буквально Наверное Десятки Больных ВИЧ-инфицированных В 2005 Году Дербентин Группа 29 человек Наркоманы Которые изготавливали Наркотики Для внутривенного Введения Кустарным Способом Изготовили А они Использовали Для фильтрации Кровь Кровь Оказалась ВИЧ-инфицированная И Одно момент Разразилось 29 человек Вот С этого 2005 Года Пошел Рост ВИЧ-инфицированных По Вообще Дагестан Большая Часть Инфицированных Находится В городе Махачкала Потому что Там почти Миллионное Население Потом Дербент Хасаюрт Хасаюртский Район Единственное Это район В котором Нет ВИЧ-инфицированных Это Агульский Район Это Маленький Район Высокогорный Видимо Они Не выезжают За пределы Республики Но у них ВИЧ-инфицированных На сегодняшний день Не зарегистрировано Скорее всего Заражение И Большое Количество ВИЧ-инфицированных Можно объяснить Тодовой Миграцией Если бы Конечно Были бы Рабочие места На территории Нашего Дагестана В Наших Союзных Район Гражданским Кодексом Потому что Если даже Указать И показать На этого Больного Что он ВИЧ-инфицированных Он спокойно Может подать Суд Того Кто это сделал Потому что Идет Разглашение Врачебной Тайны И это Никто не имеет Права И делает И делает Что Возможно Для Наши На сегодняшний День В Казахстанском Районе Из того Количества Которые Находятся На Д-учете Где-то 80% Являются Инвалидами Второй Третий Первая Группы Государство Им выплачивают Чек Деньги И они Бесплатно Получают И уже Как ранее Говорили Лекарственные Препараты Вот эти Препараты Конечно Тяжелые Препараты Но это Кислород Это их хлеб Иначе Неминуемые Сверхи Из того Случаев Который Я провожу И проводил Лечение Больных СПИДом Один из Пациентов Прожил Где-то 14 лет Несмотря На то Что у него Еще Помимо ВИЧ-инфекции Был Гепатит С И всякие Другие Болезни Внутренних Органов Но этот Человек Вовремя Получал Препараты Ни один День Иначе Их не Оставлял Получал И внутривенные Вливания Получал И санаторно-курортное Лечение Благодаря этому Буквально Наверное В прошлом Году Приезжал Ответственный По СПИДу Московской Области Он проводил Расширенную Конференцию В Махачкале Он Назвал Случаи Когда Есть уже Случаи Которые Идет Длительная Ремиссия От ВИЧ-инфекции Даже Где-то Можно сказать Небольшое Даже Воздоровление Но это Единичные Случаи На сегодняшний День Все ученые Мира Ищут Препарат Который Могут Помочь Этим Людям Но На сегодняшний День Единственным Препаратом Единственным Тем Чтоб Незрецепель И является Профилактика И правильный Образ Жизни Потому что Я не хочу Обвинять В передаче Этой инфекции Конечно Все здесь Может быть И стоматологи И гинекологи И парикмахеры Нерадивые Так сказать Потому что Если нет контроля Со стороны Роспотребнадзора Как раньше Называлась Санкт-станция Если они Не проверяют Качество Стерилизации Медицинских Инструментов Потому что Никто не гарантирован Что До этого Кто-то ВИЧ-инфицированный Проводил Или курс лечения Или Сидел на этом кресле У парикмахера Это тоже Одна из сторон Того Что идет Большое количество ВИЧ-инфицированных Что бы еще Хотел сказать Дело в том Что На сегодняшний день Единственное Что Вот те люди Которые Прибывают К нам За пределы Которые уезжают За пределы Республики Дагестан Или это Тудовая миграция Или это Люди Которые Постоянно Являются В командировках При приезде Мы насильно Не можем Взять кровь И следовать Их кровь Но в любом случае Все лечебно-правитические Учреждения Совместно С администрацией Где Они знают Реестр людей И количество Жителей Желательно Было бы Конечно Ну прибывших Те которые Приезжают В отпуск Из Тюменской ОВД И других регионов Российской Федерации Главное было Конечно Чтобы они У себя На родине У себя В селе Просто Могли Эту сдать кровь Сейчас На сегодняшний день Имеется Экспресс-метод Это такая же Полоска Как При беременности Они продаются В аптеках Они недорогие Буквально Он дает Если где-то идет Заражение Он дает Значит Положитель Можно потом уже Повторить Иммуноблот Уже на уровне Республиканского Значит Центра Спида Где находится Арбитражная Лаборатория При Ложных Или при Значит Положительном Иммуноблоте В любом случае Это кровище Отправляется В Ростов Для подтверждения Этого диагноза Только потом Этот Пациент Больной Берется на учет Республиканского Центра Спида Еще один Случай Пролежил у нас В селях Сульского района Медсестра Которая Оказывала Помощь При Судорожной Готовности Значит Она Так сказать Укусила ее За руку Она была Заражена ВИЧ-инфекцией Проявилось Заражение Медсестра Тоже заразилась Вот Сейчас в данный момент Провод лечения Потому что Никто не гарантирован От Никто не знает Потому что Мы не имеем права Разглашать И Списки И все Это Их Сощай В закон Что бы хотелось Сказать В заключении По поводу Профилактики СПИД Вот Там я Принес Буклеты Там очень много Остров И этих Вот По тому Там написано Что такое СПИД Что такое ВИЧ Просто Соблюдайте Поведите Правильный Образ Жизни Вот Эти все Случайные Связи Которые Первый Половой Путь Первый Половым Ком Заражаются Есть Вертикальный Путь Вертикальный Путь Когда Передача Кровью Лимфой Все Вертикальный Скрыт Которые Находятся В человеческом Организме Ну На сегодняшний День При родах Которые Происходят Наши Беременные Женщины Которые В одном Местел Нашего Района Она Ежегодно Рожала Детей В любом Случай Наверное Всевышний Наверное Спасает Она Даже Отказалась От кестеросечения Есть Показания При родах Проводить Кестеросечения Ребенка До этого Она Получает Веромон Препарат Который Даем Матери И ребенка При рождении С первых Часов Вот И ребенок Сразу Сажается На На Искусственное Вскармливание Вот Ну На сегодняшний Не было Случаев Чтобы Было Заражено В любом Случай 41 человек По Дагестану У нас Есть Дети Заражены Вертики Есть Один Ребенок В нашем Районе Ну Это Родители Тоже Оба Заражены Эта инфекция Но они Взяли ее На воспитание Веченфицированную Другой семьи Которая Осталась Без родителей Вот Они Получили Инвалидность На днях Буквально Наверное Они тоже Получают Препараты Этот ребенок Тоже Не остается Для внимания И педиатры И другие Специалисты Узкие Все что Нужно Делают В городе Тихом Спокойном И снежном Девочка С папой Жила Многое В жизни За все Эти Воды Девочка Так Поняла Знала Людей И плохих И хороших В памяти Образ Храня С папой Смеялась Счастливо Подолгу Вечером Каждого Дня Годы Текли Быстро Медленно Плавно След Прожигая Огнем Это Случилось Когда-то Зимою Тихим И пасмурным Днем Папа Сидел На кровати Качаясь Дочка К нему Подошла Тихо Спросила Едва Прошептала Ну Как в больнице Дела Он Повернулся На дочь Посмотрел Он В синих Огромных Глазах Вдруг Отразились Страдания Горечь Боль Замирание И страх Он Улыбнулся А сам Чуть не плачет Видишь Родная Врачи Мой Результат Мой Диагноз Сказали Спит Что же Будем лечить Все поменялось Вся жизнь Под обрывки Долгие годы Борьбы Счастья Свободу Все вмиг Разрушают Просто Капризы Судьбы Следующий День В школе Как-то Узнали Девочка Села Одна Все Посчитали Ее Прокаженной Будто Ее Здесь Вина Все Отстранялись С презрением С усмешкой Тем Причиняя Ей боль Или же Просто так Не замечали Будто Она Полный Ноль Вдруг Кто-то Крикнул Что Здесь Происходит Все Отошли Чуть Назад К Девочке Нашей Слегка Улыбаясь Словно Почти Наугад Мальчик Шагнул Повернулся И Людям Те Что Столпились Вокруг Тихо Сказал Неожиданно Тихо Ну А Представьте Что Вдруг С вами Случится Такое Вот Горе Ведь Не Ее Здесь Вина Так Почему Вы Все Ей Говорите Что Виновата Она Болен Отец А она Ни Причем Тут Что Ж Вы Отвергли Ее Знайте Что Спит Ей Не Передастся Я Буду С Ней И Свое Он Обращение Закончил Так Поднял Правую Руку К Толпе И Протянул Ее Нашей Девчонке Не Сомневаясь В Себе Девочка Руку В ответ Протянула Соединив С ним Ладонь Словно Вспыхнул Средь Холода Снега Теплый И Мягкий Огонь К Ней Подошли Остальные Другие Руки Свои Протянул За руки Взяли Ее Поддержали Вместе Друг К Другу Примкнул Злобу Прогнали Усмешка И Горечь Разом Исчезли И Вот Девочка Наша С улыбкой Вступает В новую Жизнь Поворот Уважаемые гости Дорогие ребята Помните Жизнь Возможность Используйте Ее Жизнь Красива Восхищайтесь Ею Жизнь Мечта Осуществля Осуществляйте Ее Жизнь Богатства Дорожите Им Жизнь Здоровье Берегите Его Жизнь Любовь Наслаждайтесь Ею Жизнь Песня Пойте Ее Жизнь Так Прекрасна Не Губите Ее Мы Все За Здоровый Образ Жизни Мы За Светлый 21 Век Здесь же Собравшимся Были Розданные Красные Ленточки Символ Борьбы Со Спидом И Буклеты Плакаты А также Профилактическая Литература Изданная Республиканским Центром По Борьбе Со Спидом Редактор субтитров